приветствую приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы смотрите какие у меня анимоны они уже вот 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 зацветут уже есть вот бутончики я всегда их высеваю высаживаю вернее осенью я вам сейчас расскажу об этих цветах более подробно и почему их горшочки потому что они у меня в теплице и февраль месяц и март месяц цветут очень долго на улице у меня получается только две недели так что сейчас у нас рассказ будет об уникальных моих любимых тоже цветах это анимоны вот они у меня в тепличке уже готовится к цветению вот они прекрасные мои ну что же давайте я более подробно обо всем расскажу а высаживаю анимоны я уже вот два года это третий год будет высаживаю их в октябре месяце вторая половина октября очень мне нравится когда анимоны высаживаются в 9 дева покровительствует как раз этим цветам и в данном случае в 2019 году у нас получается что это период убывающей луны но для меня сейчас важно не ускорить развитие верхней части вершков а важно чтобы анимоны хорошо укоренились и перезимовали потому что их надо обязательно посадить чтобы они я их не замачиваю а вот сейчас я все вам расскажу по порядку вот а я их купила вот такие они красивые часть есть несколько штук с прошлого года мои которые я уже собираю вот и для того чтобы их посадить мне необходимы вот такие как раз еще вещи использую вот этот help рост укоренитель здесь очень хорошая хороший набор и аминокислоты и витамины группы b и микро макроэлементы очень хорошие для того чтобы хорошо укоренились мои анимоны и затем хорошо уже весной начали рост и обязательно еще использую вот фитоспорин к это новинка открытие 2019 года для меня очень хорошая штука здесь тоже очень много хороших микро макроэлементов но для начала что я делаю сухие вот у меня вот эти анимоны луковички как их назвать луковички вот они готовы к посадке я их уже разложила попросила чтобы они красиво все принялись укоренились и затем порадовали меня своими цветами а теперь беру фитоспорин у меня он разведен я развожу в литровые банки вот эти 200 граммов и беру на вот здесь ведерко 6 литров я беру сюда 3 ложки сюда вот разведенного фитоспорина 3 ложки вот получается вот такой цвет не очень темный вот и этим раствором сейчас я буду поливать землю которую я уже подготовила земля у меня для анимон особая я вот такие горшочки высаживаю сразу же в средние такие горшки здесь около объем около литра вот и сюда значит готовлю у меня земля это дерновая земля пересеянная очень хорошо и сюда же добавила буквально где-то десятую часть кокосового субстрата вот она видно и вот в таком виде она у меня сейчас сухая вот эта земелька и сюда сейчас буду поливать вот этот раствор который я подготовила в первую очередь раствор светоспорина цвет имеет у меня фитоспорин уже в баночке вот видно хорошо и не темный и не светлый и вот в каждую каждый вот горшочек хорошенько проливая землю во первых я заботюсь о том чтобы здесь если есть споры грибковых заболеваний то эти споры должны будут погибнуть я это делаю еще плюсовая температура на улице сейчас у нас с днем плюс 15 ночью плюс 7 плюс 8 плюс 9 и вот эти саженцы и вот эти горшочки пока будут находиться на улице вот они замокли хорошо уже водичка вышла даже наружу а теперь вот в эту ямочку хорошо промокла да отлично сейчас в эту ямочку когда я когда впервые вот высаживала их я думала где же тут вверх где же тут вниз как с ними разобраться но вот приблизительно где-то так поэтому я думаю если я положу бочком то я точно угадаю все равно растение выровняется они имеют энергию и программу расти и выравнивается сами поэтому вот так в центр горшочка где-то у меня получается глубина 3 сантиметра тоже бочком вот бочком выставляю вот бочком и присыпаю немножко вот эту ямочку именно где залито было присыпаю ее затем будет еще один очень важный полив посадки анимон у меня есть вот такой уникальный укоренитель с аминокислотами с витаминами микро макроэлементами он рассчитан на 10 литров я развела часть я отправила на посадку черенка розы а вот эту часть я сейчас буквально у меня же там уже фотоспорин полито я буквально по чуть-чуть где-то по 100 грамм проливаю каждое растение здесь как раз все что нужно для того чтобы растение нашей луковички анимоны проснулись и хорошо укоренялись у них все как раз будет все замечательно но и это еще не все чтобы влага хорошо причем не просто влага со всеми питательными веществами очень ценными не испарялась я после посадки и уже поливу еще присыпаю вот кокосовым субстратом и получается что я уже практически почти на всю зиму у меня уже не будет никаких поливов растение уже полностью подготовлено больше им не надо затем когда только уже будет холодно когда морозы я заношу в теплицу 0 градусов еще буду оставлять на улице у меня здесь калина под калиной здесь они так и будут до морозов находиться будут просыпаться себе и питаться все что им дано как маленькие детки и расти вот так я высаживаю анимоны замечательные цветочки в 2019 году я сделал эксперимент высадила одну рассадную анимону и несколько анимон укоренела в кокосовом субстрате это уже был открытый грунт а те у меня уже в апреле месяце завершали свое цветение и концу апреля только оставались листики но захотелось мне удлинить вот этот период радости общение с анимонами и вот анимоны я посадила среди лютиков и они цвели очень красиво но цветение было коротким ну и погода сейчас такая вот 2019 году апрель был очень холодным мая прохладным в апреле еще были заморозки до минус 5 ну а в конце мая резко началась жара 34 35 36 градусов с плюсами и естественно пару недель божественную красоту подарили вот этих 5 растений анимон и быстро засохли не любят они оказывается жару им вот нравится вот такая погода спокойная без всяких вот этих резких перепадов и хочу сказать что обязательно нужно еще знать что нужно им давать что любит мои солнечные анимоны я уже это знаю им нравится легкая почва к дерновой почве я добавила кокосовый субстрат и рыбную муку в прошлом году и причем в такой пропорции 9 частей дерновой земли одну часть кокосового субстрата причем субстрат уже был замоченный и вот на ведро вот этой почвосмеси добавила 100 граммов рыбной муки вот с поливом фитоспорина именно фитоспорин паста я опоздала поздно купила аж в июне месяце и получилось что я провела полив этим биофунгицидом перед самим цветением уже ну надо поливать все таки фитоспорином в момент посадки тогда это намного лучше и очень хорошо против всяких почвенных грибковых заболеваний помогает фитоспорин в течение цветения еще один раз поливала уже раствором жидкого удобрения в составе которого были два важных питательных элемента это фосфор и калий при фосфоре и калии очень красивые цветы получаются просто очень такие яркие сочные цветения и вот когда анемоны отцветали я обрезала вот эти цветочки сверху оставляя сам цветонос и листики и все питательные вещества направлялись к клубням луковичкам так называемыми ну а после полного усыхания стеблей и листьев я выкопала клубни провела с ними обязательные операции сначала вымыла их в чистой воде а затем поместила в раствор марганцовки это нужно делать обязательно чтобы убрать споры почвенных грибковых заболеваний просушила клубеньки и положила в темное сухое место в картонную коробочку вот здесь они и хранились до осени каждую осень подкупаю новые клубеньки жду когда начинаются распродажи и на распродажах естественно дешевле во второй половине октября обычно я их покупаю вот тогда делаю заказ в различных интернет магазинам магазинах это у меня же уже отработано правило такое вначале очень дорогие они всего несколько лет я выращиваю анимоны и они вот с первого года покорили меня ранним таким цветением ярких сочных красочных таких с разными оттенками цветочков такие нежные на вот этом цветоносе тянутся к солнышку это невероятно красиво и вот именно благодаря осенней посадке в горшки и зимнему проживанию в теплице мои анимоны дарят нам позитивные радостные эмоции заряжают необыкновенные жизненные энергии и заряжают их особым вдохновением на весь сезон вот это начало такое прекрасное вдохновение дает я иногда работаю в теплице с рассадой подсматриваю и послушиваю разговоры анимон и всех жителей теплицы анимоны словно сообщают всем растениям и семенам живите растите здоровыми будьте красивы в цветах и в плодах и плодах вкусных и вы тоже будете дарить раисе и всему семейству такие же красивые приятные эмоции солнечного счастья да красота дарит мир и гармонию счастье и спокойствие и вдохновение действительно вдохновение и это так и это правильно только нужно остановиться у каждого цветочка у каждого растения увидеть как они прекрасны и сказать им что они очень очень красивые поблагодарить их за эти созидательные позитивные эмоции и радости и вовремя их конечно же полить дать нужное питание в нужное время а цветочки обязательно продолжат свое яркое цветение и будут наполнять наш мир красотой миром гармония с по гармонии и спокойствием в нашей душе это очень важно вот такой сегодня интересный у нас разговор и он касался анимон мы рассказали как мы выращиваем анимоны что мы делаем для того чтобы получать раннее цветение ну а сегодняшний разговор раиса горяченко и александр волик завершают это видео и желает вам действительно красоты в вашей жизни делайте созидайте творите вот эту красоту и вдохновляйтесь на новые красивые вещи которые вы будете создавать своими руками с чистым сердцем с сердцем в котором всегда солнечная созидательная божественная энергия и эту энергию дарите всему миру а получите обязательно обратно такую же еще в большем размере прекрасную энергию жизни божественной жизни на земле всего вам доброго красоты в вашей жизни